Ребята, всем привет! Ну что, видео номер 2. Да, сегодня опять хочу с вами поговорить на такую тему, как Freedom Convoy 22, да? Я уже снимал первое видео на эту тему. Да, ребят, что происходит? Да, 23 числа, если я не ошибаюсь, собрались дальнобойщики. Почему собрались? Потому что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал после того, что сперва как будто снимали ограничения, а потом все-таки они вошли в дело. Дальнобойщики при пересечении границы в Канаду должны себе идти на 14 дней карантина, если нет так называемого прокола, если они не привиты. После чего канадские дальнобойщики сказали, чувак, а не офонарел ли ты, да? И в принципе, что тут интересно, что сказали, это тоже те, которые уже имеют даже двойной укол, да? Вот, они начали собираться в одну группировку, в одну кучу. У меня нет данных, кто это организовывал, конечно. Уже есть такие эти, что в этом во всем виноват Путин, после того, как Джастин Трюдо отправил большие деньги на Украину. Вот такую вот всякую ерунду уже люди базарят. Вот, ну в это, конечно, я не верю. И, короче, собрались мужики и давай вперед, поехали в путь в сторону столицы, Оттава. От Оттава, да, как говорят здесь. И ехали, ехали они и доехали, ребята. 28-го числа уже стали приходить первые машины, первые грузовики в Канаду, в Канаду, в Оттаву. И вы знаете, даже когда только началось это движение, уже было занесено в книгу рекордов самая длинная, можно так сказать, цепочка грузовиков. Они ехали прям бампер в бампер, ребята. Это только было в начале. На данный момент, в принципе, говорят, что там около 70 тысяч грузовиков, которые дошли уже в Оттаву. А по всей стране, ребят, по всей стране миллионы людей протестуют против этого, да. Конечно, понятно, что не все люди могут доехать в провинцию Антерио, в город Оттава. И понятно, что и во всех других городах так же само проходят протесты. Это возьми хоть от Ванкувера, в Британской Колумбии, ДОС, Нью-Брансфик и так далее. Везде, короче, что-то происходит. Я знаю, что даже с нашего города одна компания, она отправила два шофера туда и оплачивает им дальше так же самую зарплату. Понимаете, это идет не только там, например, ребята, которые имеют свои фуры и всегда в движении. Это так же само поддерживают и компании. Вот. И ребята стоят там, сейчас пришли, уже доехали до самого парламента, к этому парламенту идет одна главная дорога. Это сегодня мне сказал один из канадцев, с которым я общался на работе. Он там жил, переехал к нам жить в город. И он говорит, эту дорогу заблокировали. В принципе, туда уже ни вперед, ни назад дороги нет. Что сказал наш, наш так называемый король, как он себе тут тоже считает, что это маленькая группа людей, которую мы, как канадцы, не поддерживаем и будем на нашем дальше стоять праве. И я вас уверяю, вам надо всем проткнуться и чем больше, тем лучше. Сам этот чувак, короче, спрятался в своем офисе, сказал, что у него был контакт с заболеваемым. И вот сегодня буквально я прочитал такую новость, что у него сначала был тест негативный, а теперь он сказал, у него позитивный тест. Он спрятался и, короче, не знаю, как, знаете, как крыса. Как крыса просто спрятался в какие-то свои норы, как будто в канализации где-то там, и от него ни слуха, ни духа. Короче, чувак очень такой мутный и очень странный. Понятно, что многие люди так же само говорят, и даже те, которые постуют, они так же само говорят, что это не от него все идет, понимаете. Это идет от каких-то там высших умов, да, которые имеют какой-либо там план. Вот. Какие есть уже, ребята, изменения? В принципе, мужики уже стоят, если я не ошибаюсь, получается уже 4 дня отстояли, отсигналили, отшумели, но сдвигов никаких из парламента нет. Какие есть изменения? Первая провинция – это Соскочеван, это наша соседняя провинция. Я живу в Манитобе, она была нам соседним. Теперь мы живем в Альберте, она у нас посередине, да, между Альбертой и Манитобой. Премьер-министр Соскочевана сказал, что в ближайшее время, до конца марта, он предполагает, что все ограничения в провинции Соскочеван снимутся, и не надо будет никакие предоставлять паспорта и так далее, и тому подобное, что вроде до конца марта у них все будет пучком. Вот. И так же самое провинцию Соскочеван, люди смогут пересекать дальнобойщики границу и передвигаться по провинции. Насколько это сейчас, как бы, или шаг, знаете, как шаг конем, или, как это там правильно говорится, или это просто сейчас вылезти из этой ситуации и просто оставить подогретую свою жопу со стороны премьер-министра Соскочевана, чтобы не его, можно так сказать, не уволили с работы его, не снесли ему башню, а типа, ребята, давайте-ка я что-то ляпну, чтобы у нас уже были какие-то там спокойствия и так далее и тому подобное, чтобы люди не сходили с ума, да. Ну, в принципе, при всей этой забастовке на данный момент никто с ума не сходит. Вы знаете, нация канадцев, это очень дружная вообще и, скажем так, мирная нация, да. Это не имеет значения, канадец, который его бабушки и дедушки сюда эмигрировали когда-то, когда, вот, между прочим, я вот узнал, у меня сосед тоже немец, фамилия Шефер, этих ребят, внучка здесь живет, этих людей, они когда-то ее деды, бабушки и дедушки сюда эмигрировали с Германией. И не имеет значения, что я этим хочу сказать, или это какой-то из Индии, или пакистанец, или китаец. Ребят, в Канаде люди живут друг с другом мирно, хоть это не имеет значения, какой у нации или какая у него религия, они все друг с другом живут мирно. Так же само на этих протестах участвует и чистый канадец, который здесь уже поколениями живет, и показывает так же само индусы, которые недавно, может, эмигрировали сюда и так же само в этом участвуют, потому что дальнобойщиков в Канаде очень много индусов, это как бы не секрет, это так. Русскоязычные наши мужики и так же само индусов очень много, помимо канадцев, конечно, так же само, да. Хотя тот же самый индус, он уже тоже, они все стараются, чем быстрее, тем лучше стать канадцем. Вот, и весь этот процесс, процесс или этот протест проходит очень-очень дружно, дружно, скажем так, да. Понятно, что есть какие-то там аресты, понятно, что есть даже какие-то аварии происходили уже, кто-то куда-то загляделся на какой-то там мост, где машут люди, а это происходит просто тысячами. Ребята, на самом деле миллионы людей по всей стране сейчас с флагами, мне кажется, это сейчас от атрибутика этой, правильно, да, на жестком, расходится просто на ура. Между прочим, у меня канадский флаг тоже есть, я его еще даже с Германией принес. Вот. Протест проходит в очень мирном, таком солидном, людском всем весь этот процесс. Люди даже после себя, после того, как прошли какие-то вот эти вот колонны людей, они собирают, идут мешки, собирают мусор, прискиньте, где, в какой стране проходит такой протест. Говорят, Германия очень чистая страна, но когда там проходят футбольные игры или какие-то протесты, ну там просто по колено в грязи, по колено в мусоре. Ну, сейчас мне скажут жители Германии, что я там болтаю какую-то ерунду. Окей, не по колено, но посреди ноги, посередине, наполовину, четверть ноги точно будут по колено в мусоре, и это не секрет, это так оно и есть, вот. А здесь идут люди и за собой убирают мусор. Да, надо заметить, что в последние выходные в Антерию и в Оттаве было очень холодно, и люди заходили греться в торговые центры, которые закрыли после этого, потому что, которые заходили греться, они не одевали маски, потому что против этого всего они, и можно так сказать, протестуют, вот, закрыли, и, значит, и пострадали маленькие бизнесы, которые не могли те или иные вещи продавать, да, вот. На все это дело уже ребята собрали больше 8 миллионов долларов. За всей этой конторой стоит там организация, которая имеет, понятно, с этих денег, если я не ошибаюсь, наверное, какой-то процент, я забыл, как эта платформа называется, но она всемирно знакомая, вот, и за этим ведется отчет, потому что, ну, вы понимаете, какая сумма денег, канадских долларов 8 с чем-то миллионов. Идет отчет, люди, которые протестуют, которые едут, они должны показывать свои счета, что он потратился на то, на все, на третье, пятое, десятое, и эти деньги потом будут распределяться, вот. Они уже заявили, что если деньги после всей этой вот заварухи останутся, то эти деньги пойдут на помощь ветеранам Канады, короче, эти деньги не пойдут кому-то в карман, ну, официальная версия, и все сделается правильным путем и пойдет туда, куда надо, скажем так, да. Вот, и что вы думаете, мое мнение, да, чем это все завершится? Например, я уже сегодня спрашивал на работе моего коллегу канадца, я ему говорю, как ты думаешь, сколько пройдет вся эта вот заваруха, и сколько они там продержатся? Он говорит, ну, неделю, так как говорит, как быстро эти деньги людям будут идти с этой кассы, да, скажем так, с этого ковша, неизвестно, а очень много людей это идут, люди, которые сами на себя работают, и им также надо платить счета. У очень многих машин в кредиты и так далее, аренду надо платить, или там кредиты на дом, моргидж, там, на машину, лизинг и так далее, и тому подобное. На что, я думаю, так же самое сейчас и склоняет наше правительство Канады, что все-таки люди устанут, замерзнут, им надо платить счета и просто разъедутся. Потихоньку, потихоньку все это дело рассосется. Будет это ли так или нет, ребята, я не знаю. Если честно, я, конечно, надеюсь на то, мое мнение, да, я надеюсь на то, что все это завершится в лучшую сторону для нас, народа Канады, жителей Канады, что все это дело уже будут снимать, не только, как это сказало Соскочеван, так же само и в других провинциях. Я крепко надеюсь, что это будет так, потому что, ну, на самом деле, ну, люди устали, люди устали вот этого всего. Если идет какая-то пандемия, да, окей, но обещают сначала одно, потом второе, третье, пятое и десятое, ну, что за билиберда. Один, например, какой-то, или это был врач какой-то, или это все-таки не буду сейчас врать, но я знаю, что одно какое-то главное, важное лицо там какое-то в антерию сказала, что нам с этим надо жить, как это с какой-то флу, да, как это, ну, блин, как это, ну, как простуда, типа, да, как, ну, как это сказать правильно, ну, флу переведите, ребята, и скажете, да, что это уже, это уже не пандемия, да, скажем так, а это просто идет какие-то там, как люди гриппуют, да, вот, волна там гриппа прошла, и она успокоилась. Мы когда переехали в Альберту, мы с Манитобы приехали сюда первым, 30, не, 1 июля, и с 1 июля в Альберте, вот вы знаете, мы с Манитобы приехали, мы ехали с Манитобы сюда, везде кругом ограничения, с 1 июля, вот, отключили, вы знаете, вот, как будто, вот, выключатель, включили-выключили, с 1 июля здесь сняли в Альберте абсолютно все, мы жили здесь до середины сентября, если я не ошибаюсь, да, вроде бы, или даже конца сентября, я уже не помню, как будто ни в чем не бывало, вы понимаете, ничего не было, ну, как это возможно? А потом, все сказали, надо опять одевать маски, и люди опять стали одевать маски, ну, что за бред какой-то, ну, просто, ну, ё-моё, ну, просто капец, а этот клоун, он кричит во все горло, он, как, знаете, как, как петух какой-то на самом деле, что, ну, его обзывают на самом, ну, это так и есть, его обзывают такие слова, которые пишут, я сейчас не буду говорить, это многие, кто за этим наблюдает, сами видят, но это клоунадо, это ничего другое, как клоунадо, и вот, и опять вот они, вот все, и все, и вот сказала правительство надо, ну, блин, чуваки, где лечить, и все, и все будет нормально, люди простыли, люди заболевают, и это уже, как бы, уже просто у людей потерянное доверие к правительству, и этим он сейчас пользуется тем, наш клоун здесь, что он просто-напросто играет сейчас на время, да, он спрятался там, на самом деле, какой у него там был тест, позитивный или негативный, это неизвестно, он сейчас просто тянет время, спрятался, что люди устанут и разъедутся постепенно, хотя сказали, как я уже, я уже повторяюсь, мужики сказали, мы будем стоять здесь, пока это не отнимут, если надо будет стоять месяц-два, мы будем стоять, понимаете, насколько люди настроены, они по-другому просто уже не могут, понимаете, они по-другому не могут, люди хотят отдыхать, люди хотят путешествовать, люди хотят ходить зимой в торговые центры, в таких маленьких городах, там очень мало развлечений, люди просто идут в торговые центры, гуляют, смотрят друг на друга, там попьют кофе и так далее, и тому подобное, просто проводят время, ну понятно, если на улице минус 30, полгода, то блин, что еще делать, люди ходят, гуляют, где-то чтобы согреться, чтобы только не сидеть дома, а сейчас ничего нельзя, везде с этими намордниками, просто всех достало, всех достало, и так как сказал премьер-министр, что это маленькая группа, это уже давно не так, это миллионы людей сейчас по всей Канаде, у нас, в нашей провинции, в нашем городе идешь, едешь, когда дальше на юг, там так же самое есть граница, люди перекрывают границы, в Манитобе перекрывают границы, едут совсем-совсем маленькая, с дешевиной, скорость на немецком сказал, и блокируют тем таким образом машины, которые или идут в Америку, или назад, конечно же, тем, которые сейчас так же само сидят на своих фурах и едут, для них это, конечно, стрёмно, потому что время деньги, да, ему надо ехать, вот, опять же, уже были такие комментарии, что настоящие герои сейчас не те, которые стоят возле парламента, а те, которые дальше нас стараются прокормить и ездят, да, но понятно, что все встать не могут, да, и те, и те герои, это дальнобойщиков в Канаде считают космонавтом, как я уже говорил, да, это, это, блин, работа здесь, она очень ценится, она здесь очень хорошо оплачиваемая работа, прям, вот, знаете, по сравнению с Европой, это просто, блин, это капец, это просто сравнения нету, как зарабатывают в Европе, в Германии дальнобойщики и как здесь зарабатывают, да, там они эту баранку, они грызут и грызут, а толку никакого, здесь же, конечно, все это дело по-другому, вот, такая сейчас ситуация, ребят, короче, еще сильно ничего не добились, но мужики стоят, мужики не сдаются и будем наблюдать за этим, я вас буду, если вам интересно, держать в курсах события, какие, что, как, продвижение какое идет, ну, а вам что, вас хочу попросить опять пролайкать и написать комментарий, под последним видео вы это вот так сделали и мне это очень приятно, поэтому для вас сегодня записал второе видео, вообще, в принципе, как я уже сказал, больших пока изменений нету, но как только будут, я опять запишу для вас видос. На этом все, спасибо за внимание, до следующего видео и всем пока, будьте здоровы, друзья!